Если что, я с вами. Замечательно, это у меня такая поддержка. Спасибо большое. Так, ну еще несколько минуток. Да, вот сейчас уже народ подключается, да? Так, еще чуть-чуть подождем, можно, в принципе, будет уже начинать. Остальные подтянутся, кто не успевает, кто там урожай собирает, кто бежит. Да, 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 кто едет, кто летит. Мы потихоньку начнем. Заварили все вкусный ароматный чай с пирогами. Ух ты! Время обеда как раз, да? А с чем у вас пироги? А у нас шарлотка, потому что яблоки сейчас. Так что вот, всех угощаю. Присоединяйтесь к чаепитию. Спасибо. Замечательно. Так что уютная будет сегодня встреча, я чувствую уже вот такая вот, очень душевная. Поговорим. Ну что ж, друзья, давайте разговаривать. Мы сегодня здесь встретились, в кругу друзей, для того, чтобы и познакомиться поближе, узнать друг про друга побольше, кто чем живет, у кого какие успехи, кто о чем помышляет. И, конечно же, обменяться своим опытом в удивительной практике ментальных тренировок, которая представляет нам ассоциация SuperJump. И сегодня, я смотрю, собрались у нас люди разных народов, разных городов. Пожалуйста, напишите, откуда вы, кто вы, чтобы нам хоть увидеть географию, кто к нам сегодня присоединился на эту чудесную солнечную встречу. Так, что это такое? Почему меня выключили? Так, я вижу Аканаш, Чебоксары, Белгород. Так, кто у нас еще тут? Ребята, смелее пишите, откуда вы, чтобы нам взором охватить еще раз из Белгорода, охватить всю нашу географию, кто где сейчас находится. Представляете, мы с вами сейчас соединяемся. Великие Луки, люди разных городов, Семикаракорск. Еще, пожалуйста, пишем, откуда мы вещаем сегодня, встречаемся. Это удивительная встреча. Представьте, мы находимся в разных местах, а мы сегодня сейчас в эту минуту вместе. Точи, а вообще мы сибирские ребята, Германия. О, замечательно. Так, ну что ж, друзья, давайте тогда уже начинать знакомиться. И я хочу рассказать немножко о себе, так, Москва. А, я хочу рассказать о себе. Друзья, меня зовут Татьяна Русь, мне 58 лет. Я режиссер-постановщик спектаклей. Я поставила шесть спектаклей за свою жизнь, исторических спектаклей, ведущих к осознанности. Я поэт, я пишу сказки, я шью русскую народную одежду, 20 лет я занимаюсь фольклором, шью русскую народную одежду. 20 лет тому назад я собрала много разных народных игр и хороводов, соединила в хороводную игровую программу, стала обучать людей, чтобы на земле стало веселее, радостнее и приятнее. И вот эти хороводы, которые когда-то, 20 лет тому назад я запустила, мои ученики понесли по земле. И сейчас много фестивалей проходит, конференций с хороводами. То есть это вот начало еще оттуда, 20 лет тому назад. Вот, 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 в общем-то, коротко о себе. А, ну я еще забыла сказать, что я создаю родовое поместье. Это пространство любви. Я посадила более тысячи деревьев, кустов, у меня много кедров. И я очень люблю природу. Я хочу, чтобы вообще на земле был рай. А чтобы был рай, люди должны быть осознанные, здоровые, счастливые, чтобы они брали землю и творили на земле прекрасные, счастливые свои райские оазисы. И вот вы знаете, друзья, 20 дней тому назад, всего 20 дней тому назад, я попала на удивительные тренировки, ментальные тренировки, суперджамп. Ну, сначала думаю, ну что такое суперджамп, что-то такое английское, ну зачем мне это все надо? Потом, когда мне перевели эту фразу «суперпрыжок», я подумала, ну, может быть, зайти и посмотреть, что это такое. А на самом деле я сама прошла очень-очень много всяких психологических тренингов, практик, перечитала кучу духовной литературы. У меня просто вот такое духовное наследие, и сама я на духовном пути. А тут еще какой-то суперджамп. Но думаю, надо все-таки посмотреть, что это такое, если прям все гремит в пространстве, всем все нравится, все улыбается в этой компании, счастливы, да еще зарабатывают какие-то вообще огромные деньги. Я была просто вообще поражена этим. И вот мы зашли, прошли 10-дневные тренировки. На седьмом дне этих тренировок я вдруг понимаю, что я хочу быть интеллект-тренером. Мне так понравилась эта профессия, мне так захотелось работать именно вот в этом ключе, помогать людям, потому что я чувствую, в каком состоянии сейчас находятся люди. Пандемия, войны, катастрофы, еще что-то. Я не буду преувеличивать все это на планете, есть сейчас. Я знаю, что людям очень нужна помощь. Нужна помощь их душе, их, может быть, даже просто поддержкой какой. Но как помочь так вот, чтобы сразу все охватно? Когда ты находишься в одной точке, допустим, я на родовом поместье, я могу только мыслью. А здесь я увидела, что если я стану интеллект-тренером, у меня будет возможность связываться с людьми разных городов и стран, разных народов, разных вероисповеданий и говорить о самом важном, о тебе, человек, о тебе, человек, который сейчас живет на земле. Поговорить и воспитываться, и воспитывать, потому что вот эти вот тренировки ментальные, вот вы знаете, мы ведь воспитываем детей, воспитываем животных, воспитываем иногда друг друга, в семье, родных своих воспитываем. А вот воспитание себя, часто ли мы занимаемся воспитанием себя? Так вот, вот эти тренировки, это же воспитание себя. Прежде всего я отвечаю за себя, за свои слова, мысли, чувства. Ну, словом, вот это вот все меня так настолько вот удивило, что можно, оказывается, вот таким образом масштабно помогать людям, миру. Ну и потом, когда я прочитала книгу Владимира Довганя, я увидела, что его цели жизни и мои цели настолько совпадают. Я поняла, что я хочу трудиться на этом духовном поприще. Ну и вот я уже стала, сначала я стала мастером, не мастером, а просто интеллект-тренером. Потом я стала мастером. И вот сейчас я уже провожу самати, тренировки, шестой день. У нас сегодня был в 6 часов утра мои тренировки. Сейчас я вижу даже своих участников, моих тренировок. Мне это очень приятно, Наташа. Я думаю, что ты тоже потом скажешь. Друзья, как я понимаю, что сегодня у нас в нашем большом кругу дружной семьи собрались люди, которые работают уже интеллект-тренерами, помогают людям, которые еще только проходят сами тренировки. И даже есть люди, наши гости, которые еще даже и не знают, что это такое. Ну что это такое ментальные тренировки? Ну что это такое суперджамп? И вот сегодня мы, рассказывая друг другу об этом, возможно, больше узнаем. Так что будем сегодня делиться. И в первую очередь мне хочется дать микрофон тем нашим интеллект-тренерам, чтобы они поделились, как у них идут дела на этом поприще. Поэтому, друзья, кто готов сказать, пожалуйста, поднимайте руку. Там у нас есть такая функция – желтую ладошку поднимайте. Так, сейчас мы посмотрим, кто у нас уже готов из участников. Так, поднимайте, пожалуйста, руку. Кто готов? Кому дать слово, друзья? Кому? Так, так, так. Пока я не вижу ладошек. Давайте смелее, друзья. Наталья Евдокимова хочет. Наталья Евдокимова хочет. Замечательно. Дайте микрофон Натальи Евдокимова из Москвы. И вещай родное сердце. Наташа, это моя ученица. Представляю вам прекрасную девушку. Мою соседку по родовому поместью. Вещай, Наташа. Добрый день. Я рада вас всех видеть. Сейчас нахожусь в парке Коломенское. Меня слышно? Слышно, видно вот так. Наташа, давай. В своем любимом парке Коломенское. И счастливо быть здесь, находиться. Счастливо слышать вас, что люди тоже собрались. Вообще суперджамп. Что могу сказать? Название немножко для меня лично было непривычным и, казалось бы, таким вырванным. Но это мое впечатление. Оно мне ни о чем не говорило. Таня меня не то, что попросила, она говорит, приходи. И я пошла, да. Притом у меня так получилось, что я даже пришла на третий день. А по сути ведь вот то, что получается, то, что мы каждый день делаем, это, да, ментальная тренировка, тренировка осознанности, своего отношения осознанного даже не к жизни, а к самому себе. Потому что, ну, как, я могу про себя сказать, да, меня учили чему угодно и в школе, и в садике, и в институте. Чему угодно, но не управлению своими чувствами, своими мыслями, не образности. Вот. И сегодня у нас был шестой, да, или седьмой день занятия. Да. И вот это все нарастает, нарастает. Для меня это прекрасно, то, что я сейчас изучаю. Таня говорит, да, на седьмой день у нее появилось желание стать интеллект-тренером. У меня тоже такие мысли иногда теперь уже появляются, хотя какой-то страх есть. Но опять-таки это про сонастройку самого себя, сонастройку осознанности и другой тип мышления абсолютно, нежели такой, который в социуме, который быстрее, быстрее, быстрее. И, да, когда мы спешим куда-то, у нас нет времени подумать, у нас нет времени остановиться и задуматься над жизнью. Здесь это вот все пошагово. Пока мне все нравится. Все, спасибо. Вот вам, пожалуйста, храм, который был впервые построен на Руси, каменной, коломенской. От слова «кола», «кола», «солнце», «солнечное место», и пусть у всех будет на душе солнечно. Спасибо, Наташа. Спасибо. Давайте дадим теперь слово Оксане Шумовой. Доброе утро, друзья. Меня зовут Шумова Оксана. Я являюсь интеллект-тренером, мастером интеллект-тренера второго ранга. Ну, еще в декабре месяце я развелась с первым мужем, с которым прожила больше 20 лет. У нас не двое взрослых детей. Я живу в городе Белгород. Мне будет в ноябре 40 лет. Я искала долго, я искала, чем мне заняться. Я знала, что все деньги в сети. И я уволилась из найма 4 года назад, развивалась в одной компании. Ну, я тоже достигла уровня, но там сейчас просто небольшие неприятности. И поэтому я искала, чем же заниматься в свое свободное время. Начала развиваться в астрологии. Прошла обучение. Уже собиралась идти на платное обучение на 15 месяцев. Но в мою жизнь ворвался суперджам. И вот в конце мая, 29 мая, я купила лицензию интеллект-тренера. Прошла сразу тренировку 1-10 дней. Я почувствовала в своей жизни изменения. Мне стало, как бы, ну, такое состояние лучше. А я еще вам так немножко не рассказала. Ну, после развода у меня закрылась моя, ну, временно приостановилась деятельность. Мой основной источник дохода. Вот. У меня нет мужа. У меня есть двое детей. Нет работы. Ну, как бы, ну, бывает. Бывает, да, бывает. Ну, у меня такое было действительно депрессионное состояние. Я не знала, чем заниматься. В найм я идти не могла и не хотела. Потому что, ну, я просто не могу. Не могу уже после четырех лет, когда не ходила по найму и выходить снова. Я решила, думаю, ну, что же мне делать. Ну, я еще такая моржую там. Еще до этого моржевала два года. Пошла поплавать. Была такая у нас этот, ну, как, фестиваль. Ну, фестиваль, фестиваль, но по зимнему плаванию. Я 25 метров проплыла в ледевой воде. Затем я ушла в голод на 21 день условное голодание. Не ела, пила чай и мед 21 день. Вот. И, как бы, занималась йогой, занималась с собой, слушала себя и сделала такой запрос. Я хочу услышать себя и все-таки, ну, понять, что же мне делать дальше. Ну, я просто, я была, ну, реально в депрессии. Вот. И когда в мою жизнь ворвалась суперджамп, я прошла одну тренировку и поняла, что что-то у меня начали какие-то перемены. Потом следом я пошла к Андрею Акимову и к Сергею Терентьеву на две тренировки, ну, в два разных времени. Прошла две тренировки. Я прописала в аудиотренинге, что я счастливая, любимая, любящая. У меня счастливая семья. И, ну, прослушивала около трёх недель этот аудиотренинг, он такой вот так переписывала, но суть была одна. Просто на разных энергиях записывала. Энергия поднималась всё больше и больше. И я, как бы, переписывала там, ну, что-то новое добавляла. И вот, как бы, так, в конце июня у меня появился мужчина, вот, очень быстро у нас закрутился роман, он мне сделал уже предложение. Мы в январе собираемся пожениться, вот, ну, в общем, как бы, и вот, как, знаете, как Сергей Терентьев говорит, побочный эффект от суперджамп. Ну, появилась новая любовь, счастье, и вот именно почти, да, в 40 лет я поняла и обрела то счастье, которого у меня не было вообще всё моё время, ну, со стороны именно мужчины. Поэтому сейчас у меня поднялась энергия, появился любимый человек, появилась новая профессия, люди, которые за мной хотят идти. Я чувствую, что я могу помогать. Вот, это такое счастье жить и просыпаться и знать, что ты можешь зажечь новое сердце с каждым днём. Люблю вас всех, благодарю вас, что дали мне слово. Всего хорошего. Всё, слушай, ждать. Спасибо большое. Так, давайте, друзья, активнее ладошки поднимаем, смотрим, кто у нас ещё. Так, Оксана у нас выступила. Так, так, так. Пока почему-то нет желающих. Ладошки поднимала Юлия Долгошлюбная. Марина Журавлёва включила микрофон. Я вижу, Ирина Пушней. Ирина Пушней. Ирина хочет. Ладошки, да, видна. Давайте Ирине тогда дадим слово. Всем добрый день. Как меня слышно? Вот, Ирина. Представляю интеллект тренера, правильно? Да. Значит, смотрите, я хочу рассказать про себя. Я практически всю свою жизнь я отработала в финансовой сфере главным бухгалтером в большой крупной дорожной компании. И я практически всю свою жизнь я была достигатором. То есть, знаете, у меня было очень много мужских энергий. И всю жизнь, то есть, я достигала. То есть, я достигала дом, я достигала квартиру, я достигала машину, потом вторую машину. Понимаете, я проходил год за годом, цель за целью, и в один определенный момент, то есть, стали рушиться отношения в семье. И я понимала, что вот эти машины, квартиры, они не дают вот этого счастья. И я поняла, что я просто становлюсь вот как бы каким-то, ну вот какой-то машиной, которая ставит цель, достигает следующая цель, ставит следующая цель. И с мужем уже мы практически находились в один момент в состоянии развода. Здесь, в этот момент, я задумалась, что что-то значит во мне. И я пошла проходить по тренингам. Я пошла, вот как говорят великие люди по цитатам, хочешь изменить мир, начни изменять себя. То есть, и раньше, что я пыталась делать? Я пыталась менять других. То есть, я же была идеальна, я же была, ну, как бы сказать, я королева была, но я была идеальна, я меняла других. Вот это осознание, когда мне пришло, я начинала развиваться. То есть, получается, по развитию поняла, с мужем у нас стали улучшаться отношения. Но все равно, вот что-то получается улучшения пошли, но чувствую, что все равно вот этого духовного направления, его не хватает в жизни. И суперджамп ко мне в первый раз постучался в феврале. Я зашла на такую же встречу друзей. Вот как сейчас она здесь происходит. Но тогда я не услышала. Я не поняла. Может быть, возможно, не в том настроении было. Не в ту минуту я зашла. То есть, я зашла, ну, где-то там минут 5-10 я как бы присутствовала и вышла. Возможно, надо было поприсутствовать всю встречу, послушать, потому что часто возможности к нам стучатся, но мы их не слышим. И второй раз, значит, суперджамп постучался ко мне, это был июль месяц, через мою хорошую знакомую. Там появилась уже другая ситуация. То есть, вот, действительно, на тот момент у меня появилась ответственность перед людьми из-за того, что вот я чувствовала эту ответственность, а там сложный момент был. И из-за этого я перестала спать ночами. У меня практически, я, знаете, как час спала, потом просыпалась, и в голове начиналась вот эта мыслемешалка. И я чувствую, что у меня начало очень сильно проседать здоровье. И вот как бы Катерина тогда, она позвонила, рассказала, типа, ты знаешь? Я говорю, ну да, знаю, говорю, да, мне говорили. Ну вот, и она мне рассказывает на своих примерах, на примерах мужа своего, то, что, какие результаты у них. И знаете, когда близкий человек мне об этом рассказал, то есть я прислушался, ну, наверное, что-то же это дает. Вот, и постепенно, но я сразу сказала, что я не могу на чужих результатах, мне нужны свои результаты. И я стала постепенно, пришла на одну тренировку, пришла на вторую тренировку. Я сразу, честно скажу, у меня не с первой тренировки до меня стали доходить результаты. Не могу сказать, почему, то есть мы каждый из нас индивидуальный, но у меня начали приходить результаты. Я стала спать нормально по ночам. У меня еще лучше улучшились отношения с мужем. Они раньше уже были, а сейчас у меня муж называет меня каждый день мисс Вселенная. У меня был момент, не знаю почему, вот опять же здоровье стало проседать, у меня были сильные головные боли. Я каждый день выпивала по таблетке, а бывает даже не по одной. То есть это было уже за практику. Сейчас я перестала принимать таблетки от головной боли. Ну, вот это основное то, что я замечаю. А еще, знаете, что я стала сейчас замечать? Я стала чувствовать свое тело. Вот получается, я стала чувствовать энергию. Раньше такое ощущение, что, как это говорят, спящий организм был. Вот я сейчас, я раньше действовала как машина, как спящий организм. А сейчас я чувствую, я чаще улыбаюсь, я чувствую свои энергии. То есть положительное, и оно раз за разом, оно усиливается, и оно приходит постепенно. Поэтому я вам, если кто-то, вы попробуйте сами на себе, ощутите это, и дальше сделаете вывод. Но не упускайте возможность, как упустила я ее в феврале. То есть если к вам стучится возможность, ее надо встретить, попробовать и сделать уже свои результаты. Всем желаю хорошего дня. И это вот то, что у меня я хотела сказать о Суперджампе. Так, у нас выступала Ирина. Ирина, спасибо большое за такой искренний рассказ. И, друзья, ладошки, ладошки, поднимайте руку. Кто уже готов еще опять же выступить? Так, пока не вижу больше. Екатерина с нами, Екатерина. Так. О, Катерина, ладошку поднимала. Это я, да? Я даю слово Екатерине. Интерес к тренеру, прекрасной женщине. Улыбающийся и меняющий этот мир к лучшему. Вещай родное сердце. Спасибо большое, Татьяна. Да, меня зовут Екатерина. Мне 37 лет. В Суперджампе я познакомилась благодаря мужу. Как говорится, зашла за компанию на тренировку. Его познакомил Сергей Терентьев. Я уже, то есть, с мужем зашла на тренировку. Никаких результатов не ожидала. Никаких результатов не ждала абсолютно. Ну, не было никаких ожиданий. Но пройдя эту тренировку, первое, то, что у мужа были результаты. Я стала наблюдать за собой. Думала, а что же у меня-то? У меня через какое-то определенное время я заметила, что не болит голова. Мужа говорит, слушай, Никита, говорю, а мне голова не болит. У меня были точно такие же головные боли, как у Ирины Пышней. То есть, я страдала мигренью, и у меня жутко болела голова. Без таблеток я не обходилась. И вот благодаря Суперджамп, я прошла в начале июня первую свою тренировку, у меня больше не было головных болей. Было какое-то такое туманное состояние, когда вот должна бы при смене погоды быть, ну, такая головная боль. Просто туманное состояние. Но это туманное состояние даже и сейчас оно ушло. То есть, голова ясная, светлая. Это меня очень радует. Заметила, правда, не сразу. Да, это энергия однозначно. Когда ты делаешь все упражнения не на 100%, а именно на 1000, вот это состояние радости, энергии, хочется жить. Многие очень говорят, и я подтверждаю это от себя. Видишь мир другими красками. То есть, вчера у нас была тренировка, и Алена сказала, что, о, какое красивое дерево там, а здесь такой чистый воздух. То есть, окружение полностью, вокруг тебя все меняется. На данный момент мы с Никитой работаем на одну лицензию, и у нас уже группы проводим, тренировки ведем. Второй ранг. Очень нравится то, что ты можешь дать людям возможность изменить свое состояние, изменить свою реальность, в которой ты находишься в данный момент. Потому что при данной ситуации в нашей жизни очень многие находятся в стагнации, в депрессии, из которой не знают, как выйти. Обращаются к психологам, пьют определенные таблетки для повышения своих эндорфинов, что, в принципе, можно решить и без них. И те, кто новички в данный момент здесь есть, а я вижу, те, кто только начинает проходить эти тренировки, пройдите тренировку до конца и выполняйте все упражнения на 1000%. Если вы это будете делать, вы поймете, как это работает, и вообще, как вы можете изменить свою жизнь. Ну, в принципе, у меня все. Кто следующий? Кто следующий? Можно я? А, Марина. Вещай родное сердце. Катерина, тебе спасибо огромное за такой прекрасный рассказ. Марина, вещай. Добрый-добрый день, дорогие друзья. Очень рада всех видеть. Меня зовут Марина Журавлева, я из города Чебоксары. Я познакомилась с Суперджамп в мае этого года, и прохожу сейчас третью тренировку, и решила стать интеллект-тренером. И заметила, что эти упражнения, я чувствую, что я как будто вернулась к себе, что все увлечения, которые я откладывала, я стала воплощать в жизнь. И мне очень нравятся жемчужины, от них сияет такой невероятный свет. Ну, и, конечно, по физическому здоровью тоже я стала бодрее, энергичнее, жизнерадостнее. Стала больше всего в жизни успевать. И стала замечать, что внутренний мир как будто благодаря этим жемчужинам раскрылся. Даже такое ощущение, что я как будто проснулась. И есть такое намерение по образованию, я еще психолог, вот. И здесь такой вот широкий круг людей. Можно общаться, можно помогать. Можно повышать уровень жизненной энергии, ментальной энергии, повышать уровень эмоциональной энергии. И, в общем, стать прям просто как радуга. И всех-всех радовать, кто прикоснется к тренировкам. Вот. Всем-всем я желаю вдохновения, удачи. Желаю радости. Желаю процветания. И думаю, что все у нас впереди. Главное улыбаться. Главное слышать себя и транслировать людям позитивные. Марина, я тебя поздравляю. Спасибо за твой рассказ. И еще, Марина, я тебя поздравляю. Ты совсем недавно стала интеллект-тренером. Спасибо. И мне очень нравится. Вот на тренировках Татьяны. Так она меня удушевляет. Так поддерживает. Спасибо большое. У тебя большое будущее, Марина. В твоей новой профессии. Да, я верю. Спасибо. Я очень-очень удушевлена. Потому что моя старая профессия от меня как-то откатилась, отвалилась. И все общение, которое долгие годы причиняло мне много горя. Ну, вообще, и грусти. Вот так получилось. А сейчас в этой команде. Мне прям вот очень комфортно, приятно. Всем-всем-всем передаю успех и радость. Благодарю, Татьяна. Замечательно. Ну, друзья, давайте теперь передадим слово Сергею Куморову. Да, друзья, я тоже не выдержал и поднял руку. Я смотрю, здесь все знакомые люди, у которых мы проходили вот эту вот тренировку. Это вот и Марина Шуравлева мы вместе проходили, и Оксана Шумова. Я чувствую, что она вернулась из командировки. И сейчас мне хочется представиться. Меня зовут Сергей. Сергей Умаров. Я не выдержал, поднял руку, чтобы поделиться вот этим классным состоянием, которое вот просто вот идет, идет и идет. Дело в том, что в прошлом году... Скажите, пожалуйста, как слышно меня? Слышно хорошо и видно хорошо. Очень хорошо. Дело в том, что в прошлом году, 25 августа, у нас с Еленой родилась дочь. Вот в этом доме мы живем. И я подумал, что же мне нужно сделать такого, чтобы как-то изменить мир вообще к лучшему. Ведь дочка пришла к нам, мне 55 лет, и это вот просто для меня счастье, потому что мы 10 лет ждали такого чуда. И я решил сделать плату вперед. Всю осень я делал 47 сеансов массажа в дар. Я езжу по стране, делаю массаж всем, и 47 сеансов делал в дар. Потом настала зима, потом я стал считать еще 26, еще 26. И в мае месяце ко мне подошли два человека. Это Сергей Терентьев и Никита Алимасов. И они стали рассказывать о каких-то прыжках. Вот этот вот джамп, джамп. Я переводил постоянно с английского на русский. Еще это супер такой джамп. Ну, мне, в принципе, это нравилось, как они рассказывали. Я говорил, ребята, надо пить чай. И вот они пригласили меня попить чаю, в результате чего на третьем чаепитии я все-таки принял решение сделать такой прыжок в своем ментальном сознании. И пошел на первую тренировку к Сергею Терентьеву. Затем была вторая тренировка. Это Евгений и Наталья Ивашко провели там. Но это просто потрясающе. Один ведет со своей вот этой энергией, со своим умонастроением. Второй ведет совершенно по-другому. Третий дает третье. У Оксаны Шумовой это вообще просто создательница любви. Она дала мне вот эту вот энергию любви. А Наталья Пушкина, конечно, ее тоже все знают здесь. Она очень четко сказала, что все укладывается в рифму, как у Александра Сергеевича Пушкина. Друзья, за время прохождения вот этих нескольких тренировок, а я сейчас дошел на седьмую, родилась книга, которая называется «Путь домой». Я в своем аудиотренинге прописал, что за 1 сентября всю ее создам, а теперь буду выпускать в аудиоисполнении. И вчера написал смету, мне необходимо набрать в Суперджампе 58 тысяч рублей, и книга будет уже в аудиоисполнении. Друзья, смотрите, какие чудеса творятся здесь. А чтобы поделиться вот этим радостным состоянием, я иногда поднимаю руку вот так вот, мне дают слово, я делюсь, делюсь, делюсь и всегда передаю слово. Следующий желающий, если кто-то хочет выступить, поднимайте, пожалуйста, руку. Большое-большое спасибо, Татьяна, за предоставленное слово. Я возвращаю это слово величайшему интеллект-тренеру 21-го ранга, Татьяна Росина. Борное аплодисменты, Татьяна, тебе. Вы знаете, у вас такая история удивительная. А мне аж мурашки по коже, как вы рассказывали, что дочечка у вас родилась. Вот вы так бескорыстно много сделали для мира, делали вот этот массаж. Да и вы сейчас уже весь светитесь счастьем. Прям вот с вами, если побыть людям, которые еще вот не знакомы даже с этим прыжком, это просто счастье. Ваша улыбка, ваш дом уютный. Прям вот из вашего дома уют сюда идет, на всех разносится. Замечательно, Сергей. Спасибо вам большое. И после вашу книгу прекрасную читает мир, вдохновляется, наполняется вот этой светлой, чистой энергией, которую вы несете. Ну что ж, да. А слово хочется передать Евгении Вороновой. Евгения с нами. Да, привет всем. Всем здравствуйте. Я, честно сказать, не готовилась, но с удовольствием, конечно же, поделюсь тоже своим состоянием. Меня зовут Евгения, я живу в городе Чебоксары. Я, моя история такая, что я 25 лет работала в банковской системе, в найме тоже. И тут, наверное, я даже не знаю, какой элемент мистики, может быть, есть, что какая-то сила в декабре прошлого года, она начала меня с этой работы моей выталкивать. Ну, то есть так сложилось, что на самом деле я уже уперлась в карьерный потолок, уже достигла какого-то профессионального уровня. И просто-напросто так жизнь сложилась, пришла к тому, что мне уже неинтересно было ничего. Вот на этой работе мне уже неинтересно было ничего. И несмотря на уговоры всех моих знакомых, друзей, родственников, куда, что я собираюсь уволиться, как ты можешь сейчас такая ситуация, кризис. Я говорю, вы знаете, сколько я работаю? 25 лет. Вот этот кризис, он никогда еще не заканчивался. И, в общем-то, раз так я решила, и это было решение, конечно, непростое, вот так вот взять и уйти. И я тоже уходила, увольнялась в никуда совершенно. И я не понимала, что будет, но как-то вот доверилась силам высшим, наверное, я даже не знаю, в какой-то степени, может быть, безрассудно поступила. Но что-то происходило, вот я не знаю, как это объяснить. Вот и постепенно, полгода я тоже, я начала ходить на всякие тренинги различные, марафоны, поиски себя, потому что мне нужно было понимать, куда двигаться дальше, чем заниматься вообще в этой жизни. Потому что 25 лет работая на одной работе, ты не понимаешь, ну, я больше не умела делать ничего, кроме как работать в банке, понимаете? Я после университета туда пришла и там работала. Вот, и это очень интересное тоже было состояние, когда ты узнаешь, там, познаешь себя. И так, это, получается, в июне тоже суперджамп меня догнал, просто настиг, свалился просто на мою голову неожиданно. И знаете, как у меня произошло? Я сразу, я просто сразу поняла, что здесь что-то особенное есть, что здесь что-то есть, и надо срочно, просто срочно хватать себя, все руки, ноги и сюда просто бежать. Вот, и, конечно же, моя интуиция не подвела меня. Женская интуиция, она очень много говорит нам, нужно прислушиваться к себе. Вот, все, что я здесь, вот, все, что здесь было сказано до меня, это все так и есть. Я подтверждаю, мне просто вот даже, я не знаю, что добавить, я единственное, что могу сказать, это нужно пропустить через себя, просто отдаться этому процессу, безоценочно. Не анализировать никаким своим мозгом, когда вот первый раз заходишь, ты там понимаешь, что ты здесь вот такое, и, возможно, это не всегда совпадает с твоим внутренним состоянием, но нужно как-то преодолеть вот это вот свое состояние, вот первое, вот этот вот барьер первого впечатления преодолеть. И идти просто дальше. И вот это вот открытие, которое ждет уже вот ближе к концу тренировок, ну, у кого-то на третий день, у кого-то на четвертый, у кого-то только, может быть, со второго курса вообще. Ну, то есть всем нужно разное время, потому что мы все в разном состоянии. Вот, и я просто вот говорю, пропустите через себя это все, просто отдайтесь процессу. И вот вы просто вот поймете, я не знаю, как это, посмотрите на нас, на интеллект тренеров. Благодарю вас всех, от души желаю всем счастья, здоровья, успехов, и приходите на тренировки, пожалуйста. Передали, Татьяна, слово тебе. Евгения, спасибо большое. Вот каждое откровение, оно чем-то таким индивидуальным как раз отдает вот то, что в жизни происходило до того, и что стало сейчас, да. Вот это состояние передается, вот этого роста и нового яркого впечатления, то есть впечатления новой яркой жизни, вот скажем так, наверное. Вот, я посмотрела, так, у нас там почему-то нет рук. Кому бы еще слово теперь передать, друзья? Татьяна, я хотела сказать что-то, но она только тренировку начала. Есть такая есть возможность, и она желает, можно сказать? Конечно, конечно, можно. Если есть желание, пожалуйста, говорите. Так, Катерина, ты хочешь включить? Кто у нас там, ты говорила? Алёна Алексеевна, ну она сейчас куда-то пропала, то есть видео у неё пропало, может, она отвлеклась. Но вначале она хотела сказать что-то. Может быть, кто-то хочет из наших гостей что-то сказать или спросить, познакомиться. Вы просто можете даже задать вопрос, чтобы понять, куда же вы попали. Можете немножко рассказать о себе. Пожалуйста, рассказывайте. Мы готовы вас послушать. Пока ладошек нету. Друзья, а можно, вот у меня есть приглашённая. Мы вчера, меня зовут Наталья. Мы вчера просто после триумфального награждения, когда у нас выступали наши партнёры, которые хоть что-то в компании, в ассоциации достигли. И вот была Мария, Маша, ты с нами можешь сказать два-три слова? Потому что она сразу, это была ночь, и она сразу после триумфального награждения, ну и партнёром стала, и сказала, всё, я здесь, мне нужна срочно эта тренировка, я знаю, кому нужна эта методика. Маша, можешь два слова сказать, поделиться, если ты с нами? Ну, могу. Ты не проповедила, я тут в таком эротическом одеянии. Мы все в эротическом. Марина, укрывайтесь пледом и вещайте, мы вас слушаем. Здесь все мы такие простые, это круг друзей. О, Господи. Ладно, я сейчас попробую, извините, включить камеру, то некрасиво как-то получится. У меня просто дом, несколько этажей, и мне одежду делала внизу. Так, я хочу что сказать, что так как я психолог по одному из образований, и полгода назад меня в очень одной крутой компании предложили мне создать тренинг, который был бы доступный, крутой, там быстро про программы все у человека снимал. И знаете, вот у меня много там всяких навороченных каких-то образований, да, психотерапия, там погружение в прошлой жизни. Я делала этот тренинг и пришла к выводу, что за копейки тренинг не создашь на таких серьезных техниках. И на этом у нас как бы в этой компании все остановилось, потому что там у них народу много, и они хотели там делать небольшую оплату, 2 500, и вот чтобы психологи работали. И тут, когда мне Наталья, она очень долго мне присылала сообщение, я ее игнорировала, потому что думала, какой-то спам там, что-то нереальное, просто там, как у всех, сейчас же много всяких пирамид, и все, я уже вот это устала. И тут я просто так открыла ее сообщение, думаю, ну почитаю. И когда она мне стала рассказывать о тренинге, я читала Нарбекова про эти улыбки, она мне сказала, сделай для начала 200 улыбок. Я поняла вот эти вот даотские восточные техники, я знаю, как они работают, что у меня медицинское образование, там воздействие идет на психику через физиологию. И когда она стала мне рассказывать, и когда я увидела отзывы вчера, и весь день там она меня пичкает всеми отзывами, скидывает информацию много. Вот людей, которые сейчас выступали, там головные боли проходят, это вообще серьезный результат. Два человека говорят, что от тренинга проходят головные боли. Но от какого тренинга, кто может так сказать, да? Я первый раз слышу такой эффект. Поэтому я, конечно, удивилась, насколько Довгань гениальную программу вот эту создал, и причем она дублицируемая, во-первых. И ее может не только психолог повторить, а любой человек. Вот я говорю, мы психологи думали-думали, мы не смогли. А он собрал вот эти техники. Причем эти техники, 8500 тренинг, это недорого для такого результата. И причем действия у тренинга пролонгированные. То есть оно как бы после тренинга, как у человека взлет, а потом падение, оно выходит на свой обычный уровень. А здесь я сколько посмотрела на людей, у всех эйфория, у всех хорошее настроение, все позитивно заряженные. То есть, ну, меньше, чем обычные люди. У всех же негатива много. Так я сегодня, Наташа, тебе еще не сказала, я слушала тебя, слушала с этим сердцем мое, мое широкое сердце, мое большое сердце. Вначале же как бы это по ушам-то едет. Ну, нам непривычно такое в общении, да? Слушала вас, всех слушала. В результате у меня как-то само вырвалось. Сейчас я мужу говорю, сердце ты мое там, и давай эти фразы. Он на меня смотрит и говорит, ты меня давай там это. Я говорю, да, представляешь, вот мы друг друга привыкли все, вот на улице все, вот на три буквы там, оскорбить, это нормально. А когда говоришь такие слова, все говорят, ты что, ненормальный? То есть у нас в обществе негатив – это норма, а позитив – это все. Это значит, ты больной человек, да? Правильно? Это считается как бы, что ты там, или подлизываешь, или еще что-то. Поэтому я, Наталья, тебе благодарна и буду проходить тренинг. Я уже только начинаю проходить. И спасибо, что дали слово. Мария, здорово! Спасибо огромное, Машенька, спасибо. Я еще не сказала, что Маша сразу с горяча, она сразу замахнулась на самую лицензию, и все, сегодня мы можем поздравить. Уже интеллектренер, не проходя ничего, вчера только более-менее что-то узнала, все, в нашем полку прибыло. Она говорит, я с вами, я однозначно, как профессионал, оцениваю все это. Поэтому, Машенька, спасибо тебе большое, что ты откликнулась. Я знаю, что у тебя будет великолепная просто своя авторская тренировка. Вот. Танечка, тебе слово. Ой, а я как раз хотела Наташа тебе передать слово. У нас еще хочет сказать, Ирина успешная. А, давайте, давайте, хорошо. да, сейчас я, ага. Учим. Добрый день, друзья, родные сердца. Я не хотела выступать, но все-таки решилась выступить. Я проходила тренировки, у нашей замечательной солнечной Оксаны Шумовой. И, в самом деле, она заряжает любовью, дарит эту любовь нашим сердцам, и они от этого становятся еще теплее и богаче. Вот. Что дал мне суперджамп? Ну, что дал? Мои мечты стали воплощаться в реальность, и я стала чувствовать то, что все ближе и ближе иду к тому, чего я хочу в жизни. оно стало осуществляться. Если раньше были у меня... Ну, я не буду сегодня говорить о всем, что у меня там было в голове. Самое главное, что это сейчас растворяется, и мне становится легче жить. Страхи уходят, становится жизнь вокруг меня более свободной, и я начинаю больше верить, вернее, даже не просто больше верить, а просто начинаю верить в то, что я все могу, и у меня все получится. И я хочу также всем гостям нашим сегодняшним, если они такие есть, новенькие особенно, первый раз присутствующие на такой встрече, я хочу им сказать, присмотритесь и примите эту возможность, которая постучалась в вашу дверь, я знаю, что она постучалась к нам, к каждому, не случайно. Мы будем делать мир лучше, красивее и богаче, и жизнь наша вокруг тоже будет становиться лучше. Вот это я всего лишь хотела сказать. Благодарю Оксану, в первую очередь, Шумову, за то, что она дала мне такую возможность быть рядом с вами. Спасибо. Спасибо большое, Ирина. Екатерина, помоги мне, пожалуйста, кто там еще посмотрел, кто ладошки поднял, потому что... Вроде бы как бы все у нас уже желающих нет. Нет, да? Так, может быть, все-таки Наташа, ты расскажешь немножко еще о том, как о ваших успехах. Наташа, Ивашка, Наталья, Ивашка, расскажи, ты у нас сейчас звезда просто, удивительный человек. Я обычная, совершенно. Я просто, я как бы, знаете что, меня зовут Наталья, спасибо, Танюш, я быстро тогда скажу. Знаете что, ну, вот слушаю каждого выступающего, на душе теплее и теплее, потому что каждый рассказывает свою какую-то историю, и настолько это искренне и не подготовлено, видно, что никто не готовился, видно, что говорит душой, видно, что говорит искренне. Вот сейчас только, ну, как бы, у нас немало психологов, вот, и слава Богу, что это психологи, которые адекватные, потому что у нас был опыт, когда на нас смотрели, что, что это такое, мы тут, знаете, горы ворочаем, а вы с такой смешной какой-то методикой, какие улыбки, у людей надо доставать все из детства и все такое. так понимаете, какие мы достаем проблемы из детства, да, там бывает, вот я слушала Хумурова Сергея и сама чуть не плакала, когда он сказал о том, что с детства, ему в детстве какая-то учительница, там, кто-то из взрослых сказал, что ты что-то, что ты смеешься, как дурак, и заплетила просто. И я просто помню, как меня воспитывала мама, очень все это было жестко, и где-то хохот, какой-то смех, нас очень вот все это было так, вот, и когда он сказал, что мне разрешили смеяться, счастье наступило, когда мне разрешили смеяться, и я, вот, и то же самое, вот, каждого выступающего слушаешь, у каждого своя история, да, и какие решаются очень серьезные проблемы, казалось бы, простой, вот простейшей методикой, к нам приходят в ассоциацию очень опытные, очень серьезными какими-то прокачками, методиками, когда нужно, и вот их слушаешь, они говорят, 9 месяцев нужно там, или полгода там нужно, да, но слушайте, а ребенку, вот ему показываешь, как улыбаться надо, и он тут же раз и раз улыбался, да, то есть, и вот эта методика, она своей простотой удивляет, если я сейчас, здесь есть новенькие люди, она, я просто вот, ну, даже просто ради интереса зайдите, просто ради интереса пройдите этих 10 дней, проживите с, вот с этой методикой, я хочу вам сказать, что вы никогда уже не будете такими, как тот день, когда вы начнете тренировку, это совершенно другая жизнь, она меняется, даже если ты не останешься здесь, да, в ассоциации, а просто с этими, с жемчужинами будешь жить, ты будешь другим человеком, но не рассказывать об этом невозможно, ну, просто невозможно, мы когда начали тренироваться, я просто подумала, послушайте, вот этот человек, я знаю в моей жизни, есть такой человек, я знаю, у него такая-то проблема, и как было бы ему это хорошо, и когда ты вот рекомендуешь что-то, рассказываешь, ты так, а вот у него, вот я знаю, она с детьми работает, а если она с детьми будет вот так начинать день, сама, не надо перевоспитывать детей, просто начиная свою вот жизнь, ну, то есть каждое утро у нас начинается жизнь, да, начиная свой день, как поменяется вообще все вокруг, ну, ну, все вокруг, мне дети говорят, мама, вы же, ну, там вот тоже возникла у нас ссора немножко с ними, да, они мне говорят, старшие дети говорят, ты вы же интеллект-тренера, я знаю, что вы выйдете из этой проблемы, как бы, ну, по-взрослому, вот, поэтому я вам могу сказать, что ради интереса заходите, меняется все, здоровье, меняется отношение в семье, меняется финансовая сфера, никогда в моей жизни, я сегодня Степан Кучеренко, наставник мой дорогой, друг, мы дружим 20 лет, он меня спросил, Таташа, а что у вас получилось за август, я говорю, миллион сто, вот, мы четыре месяца, что мы делаем, вот, что мы делаем, слушайте, мы улыбаемся, просто рассказываем людям, что мы улыбаемся, и в холодной водой обливаемся, да, я готова это делать, и как меняется все вокруг тебя, чтобы мне заработать миллион, что мне нужно было вообще сделать, вы представьте только, сколько мне нужно было продать в сетевой какой-нибудь компании трусов, или организовать какой-то товарооборот, или я не знаю, ну, вот что мне нужно сделать, может быть, вот здесь сейчас, в один раз есть люди, которые зарабатывают больше, или хотя бы 100, там 150, 200 тысяч в месяц, поделитесь, но я знаю, что такое зарабатывать 100-150 тысяч здесь, вот на курорте, мы живем в Сочи, я, чтобы мне заработать 100-150 тысяч, слушайте, я по 14 часов работала, да, это салон, это, ну, как бы, спа-салон, но сколько мне нужно было наулыбать этих 150 тысяч, чтобы заработать, вы понимаете, вот, поэтому, настолько позитивно, настолько это интересно, даже в плане того, какие люди притягиваются, какое общение, с разных концов, вот мы сейчас с вами сидим, мы с разных концов света вообще, мы с вами просто одной улыбкой можем любую проблему в стране решить, просто посыл делая позитивный, радостный, поэтому я благодарна просто судьбе, я благодарна, что вот этот, наверное, мой запрос, когда я говорила, господи, зачем я вообще живу, вот для чего, что, детей, ну, родили детей, да, ни одного, ни двоих, побольше, да, как бы, ну, что, они своей жизнью будут жить, ну, родители, а что мои родители, они тоже живут своей жизнью, и моя личная жизнь, лишь бы у меня было хорошо, но на них она вообще никак не влияет, то есть они своей все равно жизнью живут, и вот, ну, приехали мы в Сочи, из Сибири, в Сочи, а что, и что, вот и что, какая-то цель должна быть, какая-то вот бомбическая цель должна быть, для чего, потому что я пришла на этот свет, правда, но явно не для того, чтобы там муж мой таксовал там, да, вот пять лет он, явно не для того, чтобы я там огромный товарооборот сделала в какой-то компании, это никак вообще не спасает меня, не приводит в царство небесное, вот, поэтому, конечно, был запрос, и вот этот ответ, насколько глобальная, мощная, вот вообще идея, я понимаю, что сейчас Татьяна скажет нам об этом, вот, и я просто благодарна судьбе за каждого человека, который вот появился среди моего окружения, это люди, которые поменялись, ну, они и так были хорошие, да, кто-то не очень там хмурые, может где-то из-за проблем каких-то возникших в жизни, но люди все хорошие, вообще людей плохих не бывает, вот, поэтому, я не знаю, я просто благодарна судьбе, что вот сейчас моя жизнь складывается вот так, как она складывается, и я могу говорить об этом во всеуслышании, кричать об этом могу, не стесняясь совершенно своей деятельности, вот, и передавать это другим людям, потому что это легко, в окружении появляются люди, дети, которые говорят, ой, я тоже могу учить улыбаться, и водой холодной обливаться, и там, и поклонного возраста, вот сегодня отправила видео, 91 год, 91 год, вы понимаете, жизнь прожита, можно сказать, уже все видел человек, и он говорит, я не понимал смысла жизни, потому что супруга моя уже отошла в мир иной, возраст такой, я со всеми перезнакомился уже, у меня в окружении были великие люди, для чего я живу, вот мне 91 год, я когда это видео увидела, думаю, вы понимаете, и суперджамп, он говорит, я могу еще людям пригодиться, и вообще на этом свете еще что-то доброе сделать, поэтому я всех обнимаю, всех люблю, всем огромное спасибо за каждое ваше высказывание, в моей душе, каждый раз, когда я слушаю, я знаю что-то новое, о каждом, вот, и Танечка, я передаю тебе слово, Наташа, спасибо тебе большое, за вот все вот это искреннее, как всегда, душевное, чистое, открытое, это вот всегда просто, знаешь, то, что ты говоришь, прямо в душу входит, обволакивает, такой любовью, ты просто человек огромной любви, и твоя забота, то, что ты делаешь для всех нас, в том числе, это просто ощущают все в нашей группе, в нашей команде, я тебя искренне благодарю, Наташа, дорогая, Наташечка, у меня вот тебе такой вопрос, ты сказала, что вы в августе получили миллион двести, а сколько вы от начала работы в джампе, в целом, сколько, когда у вас сумма наработалась? Миллион что мы получили, ну, около миллиона сто, то есть это прям зарплата была, да, то есть, ну, за месяц, за август, у нас одна неделя, нам же по неделям платят, мы в одну неделю заработали 500, 500 чем-то, ну, почти 600, короче говоря, а мы, знаете, что, нас же научили тут суперджампе планировать, вот, и я мужу говорю, говорю, слушай, ну, давай планировать зарплату, он говорит, ну, давай, давай 300 запланируем, ну, давай, вот, в неделю, вот, получили 300, 299 и что-то там 80, там, чем-то хотели, вот, на следующую неделю, я говорю, ну, давай планировать, он говорит, ну, давай, давай планируем, давай 600 планируем, давай вдвойне, я так понимаю, ну, откуда может 600 вообще прийти в неделю, ну, представляете, что такое 600 тысяч вообще в неделю, куда их тратить-то вообще, вот, ну, запланировали, короче, запланировали, ну, маленько там получили меньше, там, 500, там, что-то 48, что ли, ну, поменьше, вот, ну, и все, и вот, получился за август 500, ну, почти 500, ой, миллион 100, вот, в общей сложности за 4 месяца, в общей сложности мы сразу в первый месяц вышли на хороший доход 409 тысяч, вот, мы что делаем, делали, а что мы делали, ну, я когда поняла, что мы тренировку-то прошли, да, я понимаю изменения, я понимаю, что мне надо на работу-то выходить, да, а что такое на работу выходить, курортный город, это сезон начинается, да, то есть это 12-14 часов, то есть в 10 ты заступаешь, или в 9, вот, это поток туристов, а это салон, экзотические рыбки, Гара, Руфа, то есть они постоянно, люди входят и вы входят, как в трамвае, вот, и, вот, ну, ты вообще, я порой даже не маме, никому не могу позвонить, и я понимаю, что я просто сдохнула, простите меня за бедность печи, я просто понимаю, что если сейчас я еще один сезон пойду в эти рыбки, я очень их люблю, я всегда, от меня выходят позитивные люди, но если я понимаю, что я сейчас еще один сезон пойду, мне кранты просто, понимаете, я все, я не могу, я ненавижу ни уже никого и ничего, потому что ты себе не принадлежишь, вы понимаете, это, ну, это, ну, вот, мое было мироощущение через 4 года, понимаете, люди работают, они, без выходных я так не могу, у меня еще дети маленькие, вот, а для того, чтобы, в принципе, ну, вот жить в курортном городе, да, если ты, ну, подальше немножко от моря, ну, да, там можно подешевле как бы снять, но дети же, да, вот, ну, прилетел в этом году, ну, куда подальше-то от моря, если надо, чтобы, ну, ты когда работаешь, надо понимать, что он там, ну, никуда там, ему не надо из самой запенды откуда-то ехать к этому морю, чтобы оно, вот оно было, ну, и потом, мы приехали же в Сибири, мне важно, вот я сижу, я с вами разговариваю, понимаете, я поворачиваюсь, вот оно море, господи, как мне хорошо, вы понимаете, мне каждый день нужно быть у моря, я не знаю, у нас у сибиряков, у нас тайга, откуда вот эта страсть до моря, я просто не могу, однажды просыпаюсь, вот так смотрю, думаю, что за гостиница еще одна появилась, я не помню ее, лайнер огромный, приплыл, вот, понимаете, с Турции стоит, голубчик, я просто, вы понимаете, я просто в обмороке, от этого увиденного всего, вот просто от счастья какого-то, ну, понятно, что это бытовые какие-то вот вещи такие, да, но так круто, слушайте, в моей жизни никогда такого не было, я вообще как бы деревенская, да, у нас свой дом, я и дров наколоть, как бы, то есть руки у меня сильные, детей пятеро, они все больше четырех килограмм рождались, то есть я как бы, ну, могу там лудить, паять, что хочешь я могу, там отвертки, там все это, я могу вот как бы, ну, без проблем вообще, то есть баню мы там с отцом строили, то есть я вообще, ну, как бы, я у нас свой дом был, поэтому я, если надо, я это, вот, но вот, ну, вот это какая-то любовь такая, ну, ладно, это я уже углубилась, вот, ну, и все, и вы заработали, вот за четыре месяца получается, мы заработали два, два миллиона, ну, два шестьсот почти, вот, два шестьсот, мы смогли отдать из прошлой жизни массу долгов, которые у нас были, еще остались, конечно, потому что у нас было свое, мы же никогда не сидели на месте, у нас было свое дело, вот, у нас было несколько вообще ИП, у меня было ИП на одной дочери, УПП на мне было, вот, я полетела в Швейцарию, мне надо было срочно там открывать еще одно ИП, а когда дефолт вот этот был в четырнадцатом году, мы влетели так, у нас был продукт в евро, ну, у нас были гамб-комбайны дорогие, вот, и поэтому надо было там зарплату выдавать, надо было, ну, то есть мы кружились всю жизнь, мы никогда не сидели на месте, у нас, мы лепили пелемени сами там, понимаете, у нас в прошлой жизни, конечно, накрасились какие-то долги, мы сейчас благополучно с ними расстаемся, а чем еще, вот как, я просто, я бы не представляла, как мы с этим, ну, вообще, расквитаемся, на данный момент, слушайте, я понимаю, что у меня всегда будут деньги, я просто четко понимаю это, потому что, ну, настолько гениально все долго не продумал, вот настолько все просто, у меня никогда не было таких счастливых денег, поверьте мне, вот, спасибо. Наташа, спасибо, как ты хорошо подметила счастливые деньги, я вот сейчас задумалась, смотрите, друзья, если человек идет и там, допустим, производит алкоголь, что-то, наркотические средства, или еще что-то разрушающее человека, это можно сказать, несчастливые деньги, они неправильные, а вот деньги в суперджамп, да, они большие, потому что ваш результат, это доказательство того, что просто вы как бы продаете счастье, которое снова к вам прибывает, но вы же еще имеете деньги, это замечательно, для меня вот так важно был вот этот показатель финансовой успешности в суперджамп, я благодарю, благодарю просто, Наташа, вот вы делитесь и вдохновляете, что ж, ну, так, у нас есть еще желающие выступить, посмотрим, и может быть, мы уже будем тогда заканчивать нашу встречу, больше я не вижу, больше я не вижу, так, ну что, друзья, во-первых, я всех участников благодарю, все, кто с нами сегодня был, кто говорил, кто слушал, кто смотрел, однозначно, эта встреча никого не оставила равнодушными, все мы наполнились, вот те люди, которые выступали, в них так много солнца, это вот только от того, что они прыгнули выше себя, совершили этот суперджамп, этот прыжок, они уже выросли, из точки А, где может быть были несчастные, больные, нездоровые, там, бедные, они выпрыгнули в точку Б, где уже совсем другое состояние, и, конечно, от этого роста, какая радость, неимоверно, льется ото всех, я просто поздравляю вас, вы победители, все, кто вошел в ассоциацию суперджамп, которая уже всеми мильными шагами топает по планете, объединяет 65 стран, вы представляете, только этим можно остановить воины катастрофы, осознанным отношением к этой жизни, мы все ее творцы, мы волшебники, друзья, одновременно в разных городах, у разных мастеров проходят интеллект тренировки технологии суперджамп, заходите, находите тех людей, которые их проводят, я тоже провожу, начинаю свою тренировку 14 сентября, новую, сейчас я на середине пути, то есть 10-дневный курс я провожу, где-то я в середине, мы заканчиваем 8 сентября, а 14 сентября я уже провожу свою тренировку, желающих приглашаю тоже, ну так вот, а вообще у вас, у всех есть люди, которые вас сюда пригласили, обращайтесь к ним, они вам расскажут, подскажут, как аккуратно войти в этот счастливый, красивый поезд, ну и что, и тогда до новых встреч, сегодня совершилось, Татьяна, я хочу напомнить, что у нас сегодня всех тех, кого пригласили, кто новенький, кто первый день, есть возможность получить книжку Владимира Довгана, и пусть они обратятся к тем людям, которые их пригласили. Ну да, конечно, конечно. Продолжение следует...